Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корги. Продолжаем второй прогноз на ближайший месяц. Мы с вами можем затронуть январь и даже часть февраля. А может быть и весь, как пойдет. Сейчас у нас очередь дошла до овнов, близнецов и тельцов. Итак, начинаем овны. Овны, второй прогноз на ближайший месяц сегодняшнего дня. Сегодня у нас 12 января, ну и на ближайший месяц плюс-минус. Тороа не любят рамок временных, поэтому всегда ориентируемся на ближайшие события нашей жизни. Итак, овны. Натали, ты меня слушаешь? Это и для тебя тоже прогноз. Овны. Умеренность. Туз Пентакли. Ну, все, сдашь экзамен. Пожелайте моей подруге удачи. Четверка кубка. Завтра у нее экзамен по вождению. Сложный, видите, десятка жезлов. Сложный будет экзамен, потому что сейчас условия, сами знаете, серьезные, да? Все-таки, хоть у нас дороги и почищены, вроде бы в Днепре, слава Богу, восемь мечей. Но, тем не менее, все равно для ученика достаточно непростые. Пожелайте Наташе удачи. Пусть у нее все сложится хорошо. И сигнификатор, сигнификатор. Королева Пентакли. О, да. Итак, Овны, что же вас ждет? Я бы сказала, это месяц, в котором вы будете продолжать начатые дела. Будет он идти достаточно ровно, по умеренности. Без каких-то ярких таких, знаете, падений или уж таких каких-то сумасшедших взлетов. Но, тем не менее, он, не скажу, что он будет легким. Скорее, он достаточно сложный, когда у вас есть чувство усталости. Когда достаточно тяжело, непросто. Накопилось уже, знаете, за зиму, возможно, да? Или за предыдущий период. Много разных проблем. И, ну, правда, вы устали. Вы устали, несмотря на всю вашу энергию, несмотря на весь ваш запал, да? Да, тем не менее, тоже бывают какие-то рамки. Даже у Овнов есть какие-то границы их энергии. Поэтому где-то вот это чувство усталости, да, когда уже все уже достало немножко, оно у вас может вызывать, знаете, такое желание уже, вот отстаньте от меня. А я уже хочу закончить вот эти дела, да? Хочется очень закончить эти дела и просто отдохнуть, ничего не делать. Не хочется уже ничего начинать. Не хочется никаких уже идей. Просто дайте мне, оставьте меня в покое. Потому что я уже заустал. Устал я уже. Поэтому вот это вот чувство усталости, возможно, вас будет где-то преследовать в определенных делах. Возможно, это будет приводить и к тому, что какие-то ограничения будут в течение месяца. Будут какие-то, знаете, закрываться дороги. А, возможно, эти ограничения даже не реальные, а такие, которые вы сами себе нарисовали, да? Например, от усталости, от на самом деле нежелания что-то делать. Вы будете думать, нет, ну это у меня сейчас не выйдет. Нет, у меня сейчас нет такой возможности. Ну, сейчас не лучшее время. Но правда в том, что вы просто не хотите сейчас чем-то, не захотите сейчас чем-то заниматься, вкладываться в это. Потому что вы просто устали. У вас уже накопилось достаточно много такой вот усталости. И физической, и моральной, и разной, да, психологической. И вам просто пришло время отдохнуть. Потому что достаточно долго вы были в активных каких-то действиях. Но при этом всем, боженька, все-таки высшие силы вас любят. Потому что, знаете, какой-то подарок, большой куш вы таки сорвете в этом месяце. Что-то для вас такое ценное обязательно прикатится. Классный подарок, неожиданный сюрприз, повышение на работе, повышение зарплаты. Что-то такое материальное, то, что можно пощупать. Возможно, это что-то по умеренности долгожданное. То, что вы давно ждали. К чему вы долго шли, да, по умеренности. Вот вы шли, 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 шли. Так уже устали, так заколебались. Ну вот он ваш приз. И вы, наконец-то, заслужили. Вот этот период. Все. А теперь меня нет. Все. Отвалите, да, дайте мне вот вообще полежать и успокоиться, прийти в себя. Такое состояние может быть. Однозначно получите вы свой Пентакль, мои хорошие, умные. Однозначно. Потому что сигнификатор месяца все-таки королева Пентакли. Вы с результатом, вы со своим Пентаклем. Я его держу крепко-крепко. Потому что я к нему шла долго-долго. И я это заслужила. Заслужил я это. Это мое заслуженное кровью и потом, и потом заработанное. Так что, мне кажется, это месяц, знаете, такой, когда нужно уже что-то довести до конца. Закончить, получить результат наконец-то, да. И войти в позицию улитки. Все, получил, в домик спрятался. Вот, а теперь я отдохну. То есть уже никого никуда не носит, умные. Все, получаете результат и просто отдохните. Отдохните. Потому что если вы не отдохнете, не успокоитесь, то имейте в виду, вам все равно будет перекрывать дороги. Знаете, не хочешь отдохнуть, тебя уложат в постель, болезнью, чем-то еще. Послушайте меня. Доведите начатые дела до конца уже. Вам это нужно сделать по десятке жезлов. Я думаю, вы сделаете, несмотря на свою усталость. А дальше просто не беритесь. Заново отдохните. Ну, такой период. Так, продолжаем. Следующий знак у нас телец. Тельцы. Что же ожидает телецов? Так, телецы. Тельцы. Ближайший месяц. Десять пентаклей. Ох, вот у кого счастье-то. Влюбленные. Так, телецы. Ну, все. Карта прошлого. Король кубков. Колесо фортуны. Вот кто у нас в январе, понимаете, любимчики фортуны. И удачливые, и счастливые. И все у них хорошо. Понимаете. Вот кто у нас тут свадьбы гулять будет. Понимаете. И влюбляться, жениться, рождаться, плодиться и размножаться. Вот кто. Тельцы. Сигнификатор месяца. Мало того, все, что вы сами не сможете сделать, то вам помогут. Сейчас пентаклей. Ну, я вам хочу сказать. Вы посмотрите, телцы, что происходит. Ведь на вашей стороне не просто люди. На вашей стороне удача. Все на вашей стороне. Вы, конечно, и сами будете молодцы. Потому что на ваш результат будут работать окружающие вас. Вы сами. Ваше прошлое. Ваше настоящее. Ваше окружение. Все. И удача, самое главное. И удача. Все будет на вашей стороне. Конечно, у вас могут быть какие-то неожиданные моменты. Да, вот какие-то такие вот неожиданности. Но я думаю, большая часть эти неожиданности будут связаны с какими-то эмоциональными. Эмоциональными моментами, с новыми встречами, людьми, приятным общением. Возможно, вы будете встречать каких-то людей из прошлого, опять же. Девушки. Можете встретить какого-то мужчину из прошлого. И, скорее всего, эта встреча не пройдет просто так. Потому что у нас есть влюбленные 10 кубков, мои хорошие. Я вам хочу сказать, что это месяц свадеб, знакомств, зачатия детей, какого-то выбора, предложений. Если это не касается семьи, то это какой-то важный выбор в бизнесе тоже. Тут хорошо и для бизнеса, и для личной жизни. Влюбленные – это хорошо и для бизнеса. Потому что ваш выбор, который вам предстоит сделать, наверняка принесет вам заслуженный результат по десятке пентаклей. То есть, чего бы здесь ни коснулось, все хорошо. Тельцы, пожалуй, на сегодня вот из пяти знаков, которые мы посмотрели, вы самые удачливые, вы самые продвинутые, вы самые результативные на сегодня. Вот сейчас, тельцы, то, что я вижу, у вас самый-самый кайф. При том, что, мало того, еще, понимаете, удача на вашей стороне, так и люди вам будут помогать. Это хороший период, когда вы можете обращаться за помощью. Дайте свет. Понимаете? Не беспокойтесь, что вам кто-то откажет. Вам не откажет никто. Никто на этой земле не посмеет отказать тельцам помощи. Вам будут ее сами предлагать. Вот просто предлагать. Знаете, вот заходите в автобус, сразу раз, и все попы подняли. Присаживайтесь, пожалуйста. Потому что от вас будет идти энергия такая, да, что мне нужно помочь этому человеку. Почему-то для меня это важно. Так что, тельцы, это прекрасный месяц. Просто прекрасный месяц, месяц шанс. Ну, а для личной жизни просто. Если планируете какие-то свадьбы, слушайте, не оттягивайте далеко. Вот это просто ваше. Вот ваше. Такой прогноз. Такой прогноз. Так, продолжаем. И у нас очередь близнецов. Близнецов. Итак, близнецы. Что же ожидает близнецов? Близнецы. Ближайший месяц. Король мечей. Интересное начало. Колесница. Мир. Да. Карта помощи. Туз Пентакли. Ага. Так. И сигнификатор. Видите, у нас прям шестерка Пентакли очень активная. Сигнификатор 10 мечей. Не пугаемся, не пугаемся. Это страшная такая карта. Не пугаемся, мои хорошие. У нас есть карта Мир. Которая достаточно так понятно объясняет ситуацию. Колесница. Скорее всего, для вас это месяц, в котором вы будете заканчивать определенные дела. Возможно, определенные отношения с разными людьми. Все, что где-то тянулось. Возможно, вы не решались на что-то. Вот в этот месяц вы точно решитесь. Вы точно поставите точку. Вы точно скажете нет. Возможно, вы с кем-то расстанетесь. Посмотрите, у вас есть мир. То есть это какое-то благополучное завершение. В данном случае, даже если вам придется с кем-то расстаться, кого-то выгнать из своей жизни, от кого-то избавиться, от чего-то избавиться. Это будет благополучное решение. Послушайте. Это могут быть операционные вмешательства. У нас есть король мечей и 10 мечей. Это могут быть какие-то лечения, иглоукалывания, например. Это может быть отрезание чего-то из вашей жизни, расставания какие-то. Если вы давно на это не могли решиться, то это самое время. Решайтесь. Убирайте все лишнее из своей жизни, из своего тела. Может, вам какую-то бордавку удалить нужно. Давно не решались. Или какой-то там еще нарост какой-то, что-то еще. Вырвать какой-то зуб, да, тоже. Вот сейчас решайтесь. Убирайте что-то из своей жизни. Вырывайте, убирайте, отрезайте, ставьте точку. Сейчас самое время. Все это вам принесет пользу так или иначе. Все это поможет вам завершить этот цикл и начать новый. Также для вас есть карты помощи. Что касается финансов, здесь будет все относительно благополучно. Вы также можете неожиданно получить какой-то большой куш, какой-то приз, подарок, неожиданные какие-то материальные награды. Возможно, вы что-то прикупите себе, понимаете. Возможно, это недвижимость какая-то за границей, понимаете. Я не удивлюсь, если где-то за границей, это будет недвижимость. Мало того, на вашем пути люди вам будут помогать. Возможно, на эту недвижимость вам нужно будет взять какую-то, знаете, ипотеку оформить, например, или кредит. Скорее всего, для вас дороги будут в данном случае открываться. У вас колесница, она говорит о том, что возможны дороги, возможны дороги за границу, опять же, поездки. Они также пройдут для вас благополучно. Единственное, опасайтесь, пожалуйста, все-таки каких-то, знаете, людей, которых нельзя оставить без присмотра за вашей спиной. Будьте осторожны с теми людьми, которых сложно назвать друзьями. Не поворачивайтесь к ним спиной. Вот что я вам скажу. Держите своих врагов на расстоянии протянутого меча. Будьте осторожны. Будьте осторожны. У вас есть король мечей, у вас есть 10 мечей, а это говорит, что ваши враги, люди, которые к вам настроены агрессивно, могут в этот период нанести свой удар. Поэтому поглядывайте, присматривайтесь, не поворачивайтесь спиной к врагам, либо к тем людям, которые могут испытывать к вам какой-то негатив. Так что будьте осторожны. Но целый месяц он действительно очень интересный, он важный, много очень важных событий. Где-то мы ставим точку, где-то чего-то добиваемся, какие-то дороги. Понимаете, колесница, у вас старший аркан колесница. Это очень крутая карта, это движение вперед, это когда вы берете вожжи в свои руки, это вы управляете процессами, это вы главный, это вы управляете своей повозкой, своей жизнью. Вы четко знаете, куда именно вам нужно, в каком направлении. Ну, а то, что враги будут путаться где-то под колесами, знаете, под копытами ваших лошадей, да, возможно, будьте осторожны. Будьте, даже если они, знаете, под вашей повозкой, не забывайте, что у них есть мечи, и они могут подло, да, там, воткнуть свой меч вашим лошадям куда-нибудь в живот, присматривать. Вот смотрите под ноги, смотрите под ноги, потому что 10 мечей такая карта, да, она напряженная, но при этом вы должны понимать, нет арканов плохих или хороших, нет. То есть они все имеют определенный смысл. Вот 10 мечей, это главный его смысл какой-то, мы дошли до конца напряжения, то есть такое максимальное мечевое напряжение, уже дальше некуда, да. То есть где-то мы ставим точку, где-то пора уже отрезать, где-то пора прооперировать, да, то есть самое время что-то вырвать, удалить. Понимаете? То есть это в некоторых моментах 10 мечей, это прекрасный аркан, когда самое время на что-то решиться. Хватит, да, все уже рвется, все уже терпение лопнуло. Вот этот момент тоже может вот этой карте 10 мечей обыграться. Так что удачи вам, удачи и осторожности. Не поворачивайтесь спиной короля мечей. Ну хотя король мечей может отыграться новым человеком, чиновником, каким-то военным человеком в вашей жизни, полицейским опять же. Да, ну здесь полицейский может как помочь, да, так и наложить на вас неожиданный штраф. Но в любом случае будьте внимательны, за рулем и вообще. Люблю, целую, мои хорошие. Крови, приходите на канал Заводчику Корги. Продолжение следует... Продолжение следует...